В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! На мокром месте. История двух многоэтажек, о которых пойдет сегодня речь, объединяет не только схожесть обстоятельств. Обе, вне зависимости от времени года, пребывают в зоне подтопления. Ну и общие причины, приведшие к столь плачевному итогу. Равнодушие коммунальщиков и беспредел так называемых бизнесменов. О хрущевке, расположенной в Зубчининовке, а точнее в той ее части, что меткая народная молва прозвала негритянским поселком, я уже рассказывала месяц назад. Сегодня обещанное продолжение. Разрушенные подъездные козырьки, сломанная водосточная труба, все потоки дождя прямиком текут в подвал, где и без того хватает бед. В восьмом и девятых подъездах жижа стоит годами по колено. Пахнет отвратительно. Комары и мошки не переводятся здесь даже зимой. Печальное, но достаточно банальное зрелище. Поразило меня другое. Руководство управляющей компании ВАСКО, которое должно было бы обеспечить здесь светлое коммунальное настоящее, пребывает, судя по всему, в какой-то иной реальности. То присылает странные письма жителям, где убеждает, что вся эта разруха не более чем галлюцинация. Вот, прочитайте, что нам ВАСКО ответила. Прочитайте, пожалуйста. ВАСКО нам ответил, что все сделали. Что все сделали. Вы видите, что делали? Там вообще ничего не сделано. Ну, там ничего не сделано. Ремонтные работы в водосточных труб произведены. Вот, пожалуйста. Калашников, генеральный директор, всего подписи. Кто дает клятвенные, но бесполезные обещания уже журналистам, что все исправит. Мы планируем завтра поставить туда уже откачку, эту помпу туда поставить и в течение суток двое это. Потом обработаем, чтобы запах такого не был. Никто ни разу не приходил и даже это, как у нас это все велось, как это все течет у нас, так и осталось. Комары, вонь, лужи. Так что без изменений. У меня такого терпения, как у жителей нет, и ждать по недоброй традиции обещанного три года я не стала. Дописала жалобу в госжилинспекцию, чтобы и там убедились, насколько ВАСКО, мягко говоря, не справляется со своими обязанностями. И это при том, что ныне компания, после того, как ей отказали, повторно пытается получить лицензию. Инспектор ГЖИ Вячеслав Никонов прибывает на место в точно назначенный срок. И пока коммунальщики откровенно запаздывают, вместе с жителями идем на экскурсию в первый подвал. Здесь не то, что чистить, надо полностью менять трубы. У нас тоже фонарик хорошо светит. Мы можем помочь вам. Пойдем. Ух ты, запах какой пошел. Пусть и правда уже там мучился в этом подвале. Ты выдержишь какой-то второй раз? Мой оператор Константин еще в прошлый раз смог оценить удушающий уют этого подвала. С тех пор, несмотря на обещания коммунальщиков, здесь ничего не изменилось. Ну вот вы можете сами посмотреть, если утопление есть. Вон туда вы можете камеру навести. Там есть протечки. То есть прям течет вода. Поэтому по факту будет составлен протокол на управляющую компанию. А вот еще обратите, пожалуйста, внимание, вот это вот, это сточная рука, колено ее сломано уже несколько лет. Вот это все затекает в подвал дома. А где, в каком еще подвале течет? В том подвале. В соседнем, да? В соседнем, да? Сейчас зайдем. Давайте тогда нам обеспечиться, да, доска, чтобы мы могли посмотреть. А давно там течет вода? Давно. В подвале соседнего подъезда нас тоже ждут незабываемые ароматы. Тут тоже хороший запах. Гнилые трубы и невеселая копель. Выходим с инспектором на улицу глотнуть свежего воздуха, чтобы затем вновь спуститься в другие подземелья. Тут как раз и появляется долгожданный представитель ВАСКО. Но, как выясняется, инженер ПТО Евгений Юрлин ничем помочь нам не может. Ключей от подвалов у него нет. Предсказуемо тоже закрыто, естественно. Нет, но все-таки я хочу понять, да, почему у вас нет ключей? А если что-то стучится, я же садюсь на месте. Прорвет, как так может быть? Дубликат, что должны быть у слесари там и так далее. Нет? Слесарей может есть. Ну, вы же знали, что приедет инспектор, вы же инспекции. Не знали. Ну, а почему нельзя было как-то? Нет, мы ведали только, что инспекции, я же не знаю, по такому вопросу. То есть вы не знали о том, что речь идет о подвалах изолитых? Конечно, откуда я могу знать. И впрямь откуда коммунальщикам ВАСКО знать, что в доме, жильцы которого им зарплату платят, одни подвалы затоплены, другие захламлены так, что не проберешься. Здесь, конечно, не свернуть себе шею, задачка не из простых. Вот один из немногих подвалов, который оказался в этом доме случайным образом открыт, потому что ключей у представителей ВАСКО нет. Но здесь, конечно, можно пробираться только с риском для жизни. Света нет, горит лишь фонарь нашей камеры и очень много хлама. Ох, боже мой. Ну, одну радость здесь хотя бы нет протечек. А почему подвалы нет света? Подожди, пожалуйста. Вы нам можете что-нибудь сказать вот так? Я сейчас не могу ничего сказать. Инспектор ГЖИ составляет длинный список нарушений, неисправности инженерного оборудования, козырьков, отмостков, отслоения фасада дома, трещины на стенах. По тем нарушениям, которые мы выявили сегодня, будут приняты меры. Не в последний раз мы вам, я чувствую, будем посылать заявки по этому дому. Хотим провести социальный эксперимент. Можно ли с помощью подписания сделать дом образцовым показателем? Заставить управляющую компанию работать? Будем стараться. До свидания. До свидания. И, судя по всему, это свидание будет скором. Устранить одни нарушения ВАСК обязали до 26 июня сего года, другие – до 20 августа. Исполнительный директор ВАСКа Алексей Илюшин оправдывается. Во-первых, мы когда с вами встречались, разговаривали, там был засор канализации. Давайте начнем с того. Там был засор канализации, наш был и водоканал. Они прочитали дело. Сегодня вы увидели, что там есть утечка воды. Мы ее устраним, однозначно это сделаем. Я хочу сказать, мы не в силах каждый день все подвалы проверять. По срокам я уже сказал, что на этой неделе, сегодня-завтра мы устраним утечку по холодной воде. Мы всегда обрабатываем специальными препаратами и запаха там не будет. Это мы сделаем однозначно. Топ-менеджер ВАСКа не устает обещать, а я проверять. На момент выхода передачи в подвале как была вода, так и осталась. Равно как и запах. Единственное, что пока удалось добиться от этих разговоров с привкусом дежавю, это починка водосточной трубы. Не густо. Между тем, 19 июня должна решиться судьба. Это управляющая компания комиссия по лицензированию повторно рассмотрит ее заявку. Хотя есть основания полагать, что бизнесмены нашли способ остаться на рынке ЖКХ вне зависимости от ее решения. По домам, которые пока еще обслуживает ВАСКа, носят листовки, рекламирующие некую контору под названием УК «Жил универсал». И жители сейчас терзают смутные сомнения. Если действительно опять это ВАСКа, то зачем нам дважды наступать на эти грабли, если они так не делали? «Жил универсал» имеет к вам какое-то отношение? Или это ваши конкуренты? «Управляющая компания ВАСКа, она есть, и она подала на лицензию». «Жил универсал» к вам не имеет отношения? Нет. Но вот в искренности господина Илюшина уже усомнились некоторые СМИ, которые уверены, что «Жил универсал» – это некий клон ВАСКа. У этой компании нет на обслуживание домов, что не помешало ей получить лицензию «Закон позволяет». А ее руководитель, некий Евгений Шильников, ранее в публикациях фигурировал как представитель ВАСКа. В любом случае, жителям, я считаю, нужно быть бдительными при выборе управляющей компании и не бездействовать. В Хрущевке по конному проезду, кроме ВАСКа, есть и еще одна беда. Гостиница на первом этаже ее соорудил Сафаил Джабраилов, товарищ широко знаменитый в узких кругах. Именно его кафе «Тысяча одной ночи» рядом с площади Кирова снесли прошлым летом. Что уж он намаркетанил с коммуникациями и перекрытиями в жилом доме по конному проезду, неизвестно. Но, по словам жителей, с тех пор подвал стал регулярно наполняться водой, а весь дом пошел трещинами. Самим людям разобраться в ситуации не получилось. Ответ из ГЖИ был один. Собственника отсутствует, найти его невозможно. После моей передачи инспекция все же состоялась. Факт незаконной перепланировки выявлен. Джабраилова, скорее всего, оштрафуют. Но вот что делать с последствиями его бурной деятельности? Похоже, у жителей остается только один способ наказать беспокойного соседа – самим идти в суд. Ставлю пока в этой истории многоточие. Магическое болото. Нигде-нибудь далеко за городом, а прямо в Самаре. Если хотите экзотики, езжайте до конечной на 37-й маршрутке. Ориентир – жилой дом по Димитрово, 78. Именно его жители последние три года гулять в этой некогда уютной посадке могут только в резиновых сапогах. Когда-то здесь были огороды, клубы, здесь люди отдыхали, теперь здесь болото. Здесь еще глубже. Я сейчас тут утонула. Вода заливает всю территорию. Сейчас она немножко... От второго подъезда. Эта вода просачивается в подвалы. В подвалах стоит запах, неимоверный запах. Во-первых, дом дал усадку. На доме, на панельных стенах трещины идут. Люди страдают от этого. У нас и люди есть, болеют астмой. Так кто же устроил здесь непролазную топь? Как партизаны на Смоленщине, местные пенсионерки ведут разведку боем. Вот он лежит, вот он идет. Смотрите, снимайте, откуда он идет. Этот шланг тянется прямо из гостиницы под названием «Магия». Двухэтажное строение появилось здесь, по рассказам жителей, года три назад. С тех пор они и мучаются. Посадка, которая периодически начала подтапливать вода неизвестного происхождения, не только превратила в свалку, но и на глазах гибнет. Как только дождик идет, они под шумок этот вливают воду и маскируют на дождь. Дом наш, 78-й, стоит 43 года. Вот 40 лет мы прожили, не было у нас этого. Вдруг у нас стало, пока не построили вот эту богодельню. Бородель. Вы знаете, вот кокна сюда у меня, да. И вот три часа молоденьких таких возят на газельке, на машинах. Где-то 19-13 лет. Надо же как-то с жителями считаться домов. Летом окна открыть невозможно. Это столько, какая моря, невозможно. Город готовится к Олимпиаде, да. А тут безобразие. Безобразие творится и за гостиницей, где организована самая настоящая несанкционированная помойка. Хотя вот 200 метров вон стоят контейнера. Но неужели нельзя по дорожке выбросить в контейнер? Нет, вот надо вот такой беспорядок здесь вот делать на территории. Ну, надо за то, что вот будут убирать. Им надо платить, а они не платят. Они вот свалили сюда. И тут и что за вгодно, и крысы, и мыши все заведутся. Застучаться до сотрудников гостиницы «Магия» оказалось делом безнадежным. Это только кажется, что любой сюда может добро пожаловать. На деле мотель «Неприступная крепость». Откройте, пожалуйста, нам дверь. Зачем? Затем мы хотели с вами пообщаться. Это телевидение вас беспокоит. О чем вы хотите с вами пообщаться? Мы хотим пообщаться о том, почему вы сливаете воду вот в эту вот посадку. Какую посадку? Которая находится рядом с вашей гостиницей, домом 78 по Димитрово. Именно мы сливаем. Но шланг идет от вашей гостиницы. Мы его сейчас сняли. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Отключили звонок. Окошки снимайте, сейчас вытянется. Молодцы. А вы работники в гостинице? А можно с вами пообщаться? А почему от нас убегаете? А не надо снимать. Что говорите? А что вы с нас убегаете? Вот эти привозят сюда клиента. А мы от этого страдаем. Поиграв в догонялки с шустрыми работниками мотеля, вызываем полицию. Наряд, надо отметить, прибывает в считанные минуты. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот нас вызвали жители. Что это мы вам покажем? Давайте посмотрим. Ну вот смотрите, какое у нас болото. Я вижу бордак. Бордель, он и есть бордель. Вот он, вот он. Идешь? И вот оттуда, вот он. Вот он, туда. Ну что я видел? Давай, здесь. Смотри. Смотри. Видишь? Туда провалиться. А у них там что, насос? Да, насос, насос шумит. Шумит, да? Да, насос, насос шумит. Вот я вечером пойду, выкину, оно помоет. На второй день прихожу, другой стоит. Понятно, мне нужна самая активистка такая, давайте сейчас пройдем по машине и составим. Давайте, я напишусь. В основном этого заявления будет проводиться проверка. Может быть, сдвинется с мертвой точки? Наверное. Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, нужно как минимум установить владельца гостиницы побывать там внутри. Пока полиция разбирается, а заявление жители написали еще в середине мая, я тоже не сидела сложа руки. Для начала выяснила в Самаро водоканале, не имеют ли они к этому потопу отношения, а то, может, зря на гостиницу жители грешат. В СКС послали на место бригаду и заверили меня, что, скорее всего, это не их утечка в этом месте никогда не прорывала, а так как проблеме не первый месяц, то маловероятно, чтобы аварийные службы были не в курсе. Если же будет запрос от компенсентных органов, СКС готова провести и более детальное расследование. Чтобы найти концы в этой мутной воде, жалобы я уже отправила и в природоохранную прокуратуру. Там пообещали не затягивать с проверкой. Ну что ж, надеюсь, прокуратуре удастся разгадать происхождение этого магического наводнения. Продолжение следует. А пока на сегодня все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся.